Приветствую вас! Начать, пожалуй, мне бы хотелось того, чтобы сделать небольшое замечание. Ну, надеюсь, вы понимаете, замечание не в том плане, что что-то негативное, а просто заметить. Вы не задаёте вопрос. У вас его просто нет. И непонятно, с чем работать. Можно выделить определённые проблемы. Можно предположить определённые проблемы. Можно указать вам на ошибки. Можно указать вам на те аспекты, которые подлежит разобрать более подробно и выработать по ним какое-то решение, какую-то стратегию поведения и так далее. Можно. Но непонятно, с чего хотите вы во всей этой истории. Понимаете? И... Исходя из этого, я так предполагаю, что вы подсознательно не хотите ничего менять. Подсознательно вы хотите, наверное, остаться в том же самом состоянии, в той же самой позиции, которая у вас есть сейчас. Вот и всё. Если смотреть глобально, если смотреть глобально, то позиция бизнесвумена, которую вы выбрали, вам явно не подходит. Потому что она явно вас напрягает, она явно отдаётся вам тяжелее, чем, ну, по идее, должна даваться человеку, который занимает её естественным образом и получает, ну, максимальное количество удовольствия, например, от того, что делает. Я, опять же, точно не могу сказать, как всё у вас обстоит. Но думаю, что вы приняли позицию такую вот, ну, позицию бизнесвумен, именно потому что вам так проще. Вам так удобнее, вам так комфортнее, вам так легче. А самое главное, эта позиция наилучшим образом соответствует вашему вообще, так сказать, пути по жизни. Вот. Для всех у меня проблем нет, свои чувства я зажимаю, никому ничего не рассказываю, никому, ни с кем, ни с чем не делюсь. Ну, вот. Но зато очень сильно нуждаюсь в, скажем, близком человеке, да, в поддержке, активно этого требую у мужчины. Вот. Требую, хочу, нуждаюсь и так далее. Совершенно игнорируя тот факт, вот, что мужчина может и не имеет возможности, не имеет ресурсов, не имеет желания давать вам то, что вы от него хотите. Не потому что вы какая-то, ну, плохая, да, не потому что, там, с вами что-то не так, а просто потому что у людей, ну, у них есть свои ограничения. Это нормально, что у людей есть свои ограничения, и вы, получается, не можете эти ограничения просто-напросто для себя принять. Вот. И правильно, правильно что не можете? Не можете, потому что нет для этого, опять же, ресурсов. То есть, вы не можете принять то, что у другого человека нет ресурсов, потому что вы сами отчаянно в чем-то нуждается. И я полагаю, что слишком много вашей энергии уходит именно на поддержание позиции бизнес-вумен, которую вы, значит, занимаетесь. Вот. Ну, что-то позиция не ваша, а позиция, принятая вами по жизни, в результате, ну, скажем так, скажем так, такой глобальной установкой, которая называется, я должна быть сильной. Или будь сильной. Вот. Так вы считаете, что вы должны быть сильной. Вот. Почему вы так считаете? Это уже вопрос отдельный. По какой причине вы так считаете? Откуда вы это взяли? И с чего вы решили, что это ваша позиция? С чего вы решили, что это позиция адекватная? С чего вы решили, что так вот оно должно быть? Это отдельный вопрос. И я полагаю, что его этот вопрос нужно так же рассмотреть. Вот. Ну, просто потому, что в этом может заключаться ваши некоторые проблемы. В этом могут заключаться ваши определенные проблемы. И, соответственно, если вы хотите быть счастливой самостоятельно и делать счастливыми других людей, то нужно смотреть в корень. И учиться быть слабой, уметь просить помощи, обращаться к людям и признавать тот факт, что в чем-то вы слабой. Вот. Вообще, слабость женщины – это ее сила. В российских реалиях, именно в российских реалиях, это вот так. И игнорировать данный аспект, ну, мне кажется, было бы в высшей степени наивно, в высшей степени непродуктивно и в высшей степени оторванной оправданности. То есть, если вы хотите, чтобы ваши отношения были успешными, то вам нужно учиться быть слабой, не навязчивой, не требовательной, да. А именно слабой, то есть, предоставлять мужчинам возможность самостоятельно принимать решения, ну, например, допустим, допустим, за вас. Вот. Вот. Допустим. И не видеть в этом ничего плохого. Для, допустим, опять же, для себя. Вот. То есть я надеюсь, что вот этот аспект вам, он будет понятен. Надеюсь, что вы его для себя зафиксируете. Дальше. Ну, вы пишете, что я год была одна после не совсем удачных отношений, которые прекратилась сама. Ну, я предполагаю, что вам где-то в районе 30 лет, да, то есть, ну, там, плюс-минус, там, 3-4-5 лет. Вот. Соответственно, если в этом возрасте у вас, ну, вряд ли, минус, опять, скорее, плюс. Вот. Соответственно, если в этом возрасте у вас не складываются отношения, значит, скорее всего, имеет место негативный жизненный сценарий. Вот. Который, собственно, и приводит к тому, что вы, вот, ну, у вас не получается отношения с мужчинами. Вот. Вот. Знаете? Какая история. И это, вот это, тоже нужно разбирать, почему отношения неудачно сложились у вас. По какой причине они неудачно сложились у вас? Понимаете? Вот. Вы говорите, что вы прекратили отношения сами, из-за чего? Что это для вас значило? Какие чувства вы, ну, испытывали? Вот. Это все очень важные моменты, которые нужно разобрать, которые нужно исследовать. Вот. Ну, вот. В любом случае, потому что, скорее всего, те ошибки, которые вы допускаете, да, они, соответственно, были совершены и вами в этих отношениях. Вот. Но опять же вы об этом ничего не говорите. Опять взяла, прекратила отношения, отношения сама. Вот. Почему прекратила, зачем прекратила, ну, непонятно. Вот. Из-за чего прекратила, да? То есть, это все остается закатом. В декабре познакомилась с парнем, который, на удивление, мне очень понравился. Почему, на удивление? Он умал уже меня на пригоре, и это не давало мне покоя. А чем? Вы пишите, да, что это не давало вам покоя. Чем? Ну, вот. Серьезно, что такого странного в том, что парень молодежь вас на три года. Чем для нас, для нас это вот так, ну, напрягающе, странно и так далее. Чем конкретно. Вот давайте на этот вопрос, вот мы с вами подумаем, что это вот, это привязка, ну, привязка к возрасту. А на откуда привязка такая у вас к возрасту? Собраться сейчас так, да? Есть какие-то, значит, стереотипы по этому поводу. Откуда стереотипы взялись? Какие чувства их сопровождают? Стереотипы я имею ввиду. Он был просто прекрасный, но я понимаю, что его девочка должна быть молодой и совсем другой, нежели я. Откуда? Откуда вы это можете понимать? Почему вы не уважаете выбор человека? Ну, вот, выбор мужчины. Если он вам, ну, отвечал за именство. Понимаете? Почему вы не уважаете выбор этого человека? Дальше, он просто прекрасный. Это идеализация. Я верю в то, что он хороший, я верю в то, что он замечательный, но он не прекрасный. Потому что это прекрасные люди, прекрасные люди. То есть люди идеальные, их не бывает. Если вы идеализируете, значит, вы переносите на человека свои желания. Опять, важно понимать, какие желания, важно понимать, что вы переносите и почему. Дальше. Так, значит, пообщались 4 месяца. С моей стороны был постоянный внутренний анализ, ломка. Анализ чего, ломка по поводу чего. Он постоянно забирался с работы и рвался домой. Мог унизвонить днями, и меня это напрягало. Чем? Так как мало того, что комплексы... Ваши комплексы, ну так давайте будем от них избавляться. Так еще у него нет желания помыть вместе дольше. А для чего? Я пытался поговорить, мол, у тебя не горит внутри, не нужно нам общаться, но он длился сразу. Для чего вы пытались поговорить? Для чего? Зачем? Что вы чувствовали, когда у вас возникало желание поговорить, что вы хотели? Вот. Однако ничего не менялось. А должно было? Я терпела, кипела внутри. Терпела и терпели что? Кипели внутри от чего? Подстраивалась. Зачем? Не выдержала. Чего? Оставила точку. Для чего? Он исчез. Что для вас это значит? Через неделю я набрала сама и сказал, что мне без него плохо. Чем? Сергей сказал, что ему нужно подумать. Друга мучил меня нерешительность, но согласился помириться. Чем он вас мучил? Почему его нерешительность мучает вас? Получается, что неопределенность по жизни есть у вас. Неудовлетворенность по жизни есть у вас. Поэтому и его нерешительность влияет на вас. То есть вы находитесь в подвешенном состоянии. Нужно брать ответственность за то, что действительно вам важно. Вы заберете ответственность за закрытие своих чувств. Вот. То есть неверно распоряжаетесь личной ответственностью. Там, где нужно, вы ее не проявляете, а там, где не нужно, вы ее проявляете. Я не знаю, как он, но мне было трудно. Угнетенное состояние внутри. Из-за чего? Мне начались серьезные проблемы на работе, так как хотелось поддержки, так хотелось поддержки. В чем? По какой причине? Я бизнес-вумен, держи, но я всегда играю роль. У меня нет проблем, мне было сложно с ним поделиться. Как давно вы играете роль бизнес-вумен? Для чего вы играете роль бизнес-вумен? Скажем так, скажем так, а, значит, делиться вам нужно, может быть, и с ним, да, может быть, и с ним, но точно не сразу, понимаете? То есть, если вы будете делиться с мужчинами сразу своими проблемами, ну, они вас, скорее всего, просто, либо будут относиться к вам с жалостью, либо будут от вас отдаляться. Он начал звонить реже, по какой причине, из-за чего, вы, наверное, на него давили, вы, наверное, его подавляли. Я отправил простое сообщение, как мне показалось, и вот ты меня забыл. Это провокация и, соответственно, потребность внимания во внимании, которое вы не выразили с этого обвинения. И началось. Суть даже не сообщения, так он объяснил, почему не звонил, и в том, что мы не могли позвониться целый день, когда я ему перезвонил. Он звонил до этого, он предложил друга, сказал, что не применю общаться, перезвонить позже. Ну, покажите, Сирина, а детский сад какой-то, честно. Он позвонил, вы не перезвонили, он обиделся, что вы не перезвонили, вы обиделись, что он обиделся, короче, ну, детский сад, серьезно. Опять же, это все связано с тем, что за свои желания вы не перенесете ответственность. Дело в том, что у меня было только пара минут свободного времени, так хотелось его услышать, завести теплую беседу и хоть на минуту забыть о проблемах. Понимаете, в чем дело, вот, проблемы не уйдут, если вы будете о них думать, проблемы, нужно решать. Вы их не решаете, компенсируя ответственность, безответственность в этих проблемах, ответственностью в поведении бизнес-вумен. А мужчина почему-то должен выступать спасательным кругом. То есть, вам нужен спасатель, а вы жертва. Вот, посмотрите, пожалуйста, в интернете треугольник Карпенов. Вот. Вечером он сообщил, что едет к родителям, привезет меня домой и сразу уедет. Я сказал, что есть два вопроса к нему, задала их. Понимаете, вот опять же, опять же, для чего вы их задали, ну, что вы чувствовали, при этом, чего хотели. Он начал нервничать, говорит, что его эти разговоры достали, и это нормально. Теперь без меня будем общаться нормально. И это тоже нормально, потому что, я не знаю, какие у вас были отношения, вот. А, значит, были ли вы близкие, ну, в плане того, был ли у вас секс или нет, да, насколько там были вы вместе, жили вы вместе, проводили вместе время и так далее. Но я полагаю, что вы просто доработаете события. Вопрос в том, для чего. Вот. Я сказал, что согласный и больше не отвечал на его звонки. Почему? Сейчас мне плохо, больно и страшно снова быть одной. У вас страх одиночества. Давайте с ним работать. Всем он связан. Что страшного в одиночестве? Давайте, давайте, раскроем это более подробно. Рядом есть поклонники, но это не все. Но это не то, я не хочу с ними общаться, и как показывать жизнь, не умея представления, переключаться на кого-то. Так и не надо, Ирина. Нужно не переключаться на кого-то, выбивая клинк-лины. А нужно, наоборот, смотреть в чем причина, анализировать свое поведение, корректировать его, работать над собой, расти духовно, личностно, исследовать себя. В этом вам поможет психолог. Мне плохо приятные мысли, что он с кем-то. С чем? Тут работают ваши комплексы, скорее всего. То, что вы плохая, вы недостойная и так далее. Это тоже нужно разбирать. Я думаю, что это идет от вашего отца. То есть, ну, я полагаю, что не очень хорошие отношения были с отцом. А я бы сказал так, несбалансированный. И не было адекватного примера женской модели поведения со стороны матери. Вот. Я не знаю, как жить. Жить, на самом деле, очень просто. Сделывать своим чувством, эмоциям, желаниям и нести ответственность за них. Личную ответственность, в первую очередь, нести за них. Вот это все. Любить себя, уважать себя, ценить себя. И тогда с другими людьми отношения тоже будут хорошими. Как вы думаете, к кому люди, под люди потянутся? К тому, кто себя обесценивает, унижает? Или к тому, кто себя ценит достаточно высоко, любит, уважает и так далее? Вот и ответ на ваш вопрос. Точнее, знаете, это ответ скорее на ваш текст, не вопрос. Ибо вопросов вы не задали, как я уже сказал. Очень жаль, потому что отсутствие вопроса говорит о том, что вы, как я уже упоминал, не готовы что-либо делать, не готовы что-либо менять в своей жизни. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!